Папа-Джи Вспышка Существует река, чьи волны являются мыслями. Каждого уносит течением реки. Каждый цепляется за эти мысли и его уносит течением. Просто дайте возможность проявиться одной единственной мысли «Я хочу быть свободным». Для всего населения нашей Земли эта мысль является достаточно редкой. Все население нашей планеты плывет вниз по течению. Людям не свойственно думать «Я хочу сию минуту стать просветленным». Поэтому я называю эту мысль о свободе мыслью, ведущей против течения и движущейся по направлению к источнику. Чтобы дать возможность проявиться этой мысли, вам не нужно прикладывать никаких усилий. Мысль «Я хочу быть свободным» – свободна сама по себе. Она и приведет вас к свободе. Скажу вам то, что мне говорил мой учитель. Просто будьте тихими. Эта тишина не означает, что вы должны говорить или не говорить. Она не включает в себя какое бы то ни было совершение действия вообще. Пускай ваш ум умолкнет. Вам не нужно включать или выключать свет. Разве для того, чтобы сияло солнце, вы щелкайте выключателем. Свет присутствует всегда. Нет никаких выключателей. Солнце нельзя включить или выключить. Вы прячете от него свое лицо и называете это ночью. Для солнца не существует дня или ночи. Вы и есть это солнце. Это ваш собственный свет. И вы им являетесь. И вам не нужны никакие выключатели. Выключатели – это ограниченность. Вы сами создали эту ограниченность. Природа же не знает никаких ограниченностей. Граница, созданная вами, является страданием. Вы должны устранить ее сами. Никто не поможет вам. Истинному Я придется помочь истинному Я. Никто другой не сможет помочь. Поэтому уделите себе немного времени, всего несколько минут. Пускай никто не обладает вами. Отбросьте все и посмотрите, что произойдет. Сейчас, или когда-либо в будущем, вам придется посвятить немного времени самому себе. Вам придется вернуться в свой дом. Это не есть бегство. Сегодня или завтра вам придется вернуться домой. Вы должны решить, желаете ли вы продолжать эту игру. Не имеет значения, когда вы это решите. В конечном счете, это не имеет никакого значения. Вы думаете, что для этого потребуется время. Однако вам не нужно тратить на это свое время, потому что вы уже свободны. Если вам кажется, что это не так, то это только иллюзия. Раз и навсегда, если вы хотите быть счастливым, вы должны распорядиться своим временем. И это счастливый миг. Очень счастливый миг. А теперь вглядитесь в этот момент. В этот кратчайший отрезок времени. Смотритесь в это настоящее. Оно недалеко от вас. Прыгните в него прямо сейчас. Вы не нуждаетесь ни в чем. Вечность присутствует здесь. Счастье находится здесь. Никакая смерть не может войти в эту тишину. Ни одна проблема не может войти сюда. Все желания сходятся здесь, в этой пустоте. Если вы смотритесь как следует, то вы не найдете места, куда бы могла сесть пыль. Будет лучше, если вы очиститесь от самой идеи очищения. Вы сами есть пустота. Куда же может сесть пыль? Вы любите свое истинное Я. Разве это не послушание? Реки сливаются. Они впадают в море. Разве это не послушание? Вы можете назвать это послушанием. Река возвращается, чтобы встретиться с самой собой. Вы можете назвать это послушанием или возвращением к источнику в зависимости от ваших склонностей. И океан будет счастлив принять вас. А если мы живем во сне, это означает, что мы спим. Поэтому вам следует проснуться с криком «Я хочу быть свободным». С этим криком вы проснетесь и проснется все вокруг. И если вы примете это, ваши проблемы также перестанут существовать. Если вы примете себя свободным, то вы свободны. «Я есть» не нуждается в вашей вере или вашем невере. С точки зрения «Я есть» между ними нет разницы. Необходимо только полностью принять «Я есть». Если же ваше приятие не может быть спонтанным, то в таком случае ваше приятие будет происходить постепенно. Все зависит от вас. Суть не изменится. Просветление не изменится сегодня, завтра или послезавтра. Оно останется тем же. Это может случиться с вами сегодня, через год или в течение этой жизни. Однако оно не изменится. Вы не принимаете этого. Примите это цариком. И что станет с вашими проблемами? Вы уже свободны. Кто сказал вам, что вы не свободны? Вы не открываете для этого. Вы боитесь даже произнести «Я свободен». Когда люди говорят «Я ограничен», «Я страдаю», «Я несчастен», то они это делают без всяких затруднений. Однако никто не говорит «Я свободен», «Я бессмертен». Чья в этом вина? Что бы вы ни сказали, о чем бы вы ни подумали, это звучится. Завтра или сейчас ваше желание будет выполнено. И если вы думаете «Я свободен», то вы свободны. Существует ли вера в настоящем? В кого вы будете верить, если окажетесь в настоящем моменте? Если вы говорите о вере, находясь в настоящем, то ваша вера всегда подразумевает под собой нечто, взятое из прошлого. Как можете вы верить, если находитесь в настоящем моменте? Стоит только появиться самому слову «вера», как вы опять возвращаетесь в прошлое. Настоящий момент – это свобода. Смотритесь в этот настоящий момент. Он – сама свобода. Вы всегда смотрите в моменты прошлого. Когда вы давали настоящему моменту шанс проявить себя? Вы никогда не давали ему такой возможности. Всегда вы соотносили себя с одним только прошлым. То, что происходит с вами непосредственно сейчас, никогда не занимало вашей мысли. Именно оно и является настоящим моментом. Вглядитесь в него. И тогда вы увидите свое лицо. Вы всегда свободны. Чтобы быть свободным, Хорошо, выгляжете с д costdemок. Эдем. physics tworокома. ogi.